Мы совместными усилиями создать должны такие условия, чтобы наши граждане и наши горожане не заболели. В городской администрации состоялось заседание противоэпидемиологической комиссии. В ее состав, кроме представителей администрации, входят сотрудники городских предприятий, чья деятельность так или иначе связана с нахождением работников в лесных массивах, а также те, кто занимается летним оздоровительным отдыхом детей. В этом году, говорят врачи, несмотря на кризис, в больницу уже доставлено необходимое количество прививок и препаратов для лечения как мышевной лихорадки, так и клещевого энцефалита. Перед каждым сезоном создается запас противоклещевого иммуноглобулина для проведения иммуноглобулина-профилактики следующим группам риска на бесплатной основе. Детям от 0 до 18 лет, взрослым с подтвержденным результатом вирусоформности клеща, остальные категории взрослых покупают иммуноглобулины самостоятельно. Места, которые затронет химобработка, из года в год одни и те же. В первую очередь район тропы здоровья, где массово гуляют нефтекамцы. И не только. Аллеи-сквер в самом городе и, конечно, городской пар, где как раз обычно и проводят первые массовые гуляния и праздник на свежем воздухе. И чтобы после прогулок остались только приятные воспоминания, без последствий, нужно выполнять элементарные правила личной гигиены. При выходе из зоны или возвращении обязательно делать осмотр. Это наименее затратные, но наиболее эффективные моменты. Ну, естественно, мыть руки перед едой. Говорят, все заражение в основном проходит через руки. Хотя вот тут и говорили сегодня, что и контактные, и дыхательные всякие пути, передача заболеваний есть, но все равно банальные наши мыть руки перед едой. Это актуально и неотвратимо. Следующим этапом обработки станет лесной массив в сторону Николы Березовки и загородные детские лагеря. Места проведения туристических слетов и соревнований с андружин. Всего больше 80 гектаров площадей. Лилия Гарифульна, Денис Кузнецов. Время новостей. Лилия Гарифульна, Денис Кузнецов.